Пророка Иеремии Вот сейчас календари, кстати, продают, да? Хорошая возможность купить календари. Я сегодня буду рекламировать разные виды услуг и товаров. Это шутка. Но давайте я прочту вам это место священного писания. Многие его наизусть знают. Ибо только я знаю намерения, какие имею я вас, говорит Господь, намерения во благо, а не на зло, чтобы дать вам будущность и надежду. Известное место писания, да ведь? Интересно и очень здорово осознавать, что Бог имеет определенный план для нас на основании этого стиха из 29 главы. Что Он все контролирует. Но вот согласитесь, иногда нам кажется, что все вышло из-под контроля. Да ведь? Бывает такое? И кажется, что вот это место священного писания, оно как бы даже неуместно немножко к нашей жизненной ситуации. Кто-нибудь подобных сталкивался, нет? Нет, но есть несколько людей. Я для вас буду проповедовать сегодня. Остальные можете пойти. Это шутка. Оставайтесь. Вам тоже будет полезно. Вы знаете, кто-то говорит, что все обетования Ветхого Завета, они имеют отношение только к иудеям. Вот. Кто-то говорит, что все обетования Ветхого Завета, они имеют отношение как к иудеям, так и к нам, христианам. И я придерживаюсь этой точки зрения. Тем более, что Господь очень часто, ну не так, чтобы сильно часто, но бывает такое, говорит со мной именно стихами из Ветхого Завета. Как он говорит, я не буду вам рассказывать, чтобы не смущать ваши души. Вот. Но это происходит со мной, и Бог использует именно Ветхий Завет, обетование Старого Завета, для того, чтобы говорить к моему сердцу. И это место священного писания не исключение. Я получил это слово, когда мы возвращались из отпуска, мы встали на стоянку в одном месте, и ночью Господь проговорил мне вот это слово. И я хотел бы поделиться тем, что я исследовал в отношении этого слова. Потому что, ну что, слово и слово, да ведь? И все вроде бы понятно, все ясно. Но если тебе Бог что-то показывает, нужно копнуть поглубже. Нужно понять, что же Он хочет до тебя донести. И я думаю, что это послание не только для меня. Это послание, может быть, для кого-то из вас тоже будет полезным. Скорее всего, так оно и есть. И, как я уже сказал, я верю. Это обетование, оно имеет отношение к каждому из нас. Повернись к моему ближнему, скажи об этом. Иеремия 29.11. Это для тебя. Это для тебя. Но, чтобы понять, и цель проповеди сегодняшней заключается в том, чтобы понять, вот, значение этого стиха. Что же он на самом деле значит для нас сегодня. И вот в начале наших рассуждений я бы хотел, чтобы мы посмотрели исторический фон, на котором, вот, писалась эта книга, сама книга пророка Иеремии. Мы поговорим о личности пророка Иеремии. Его называют блаженным Иеремией. Еще он называет его плачущим пророком. К сожалению, фотографии в хорошем качестве у нас нет пророка. Но, если что, это шутка была. Это так, чтобы вы не засыпали, ладно? Вот, его называли плачущим пророком. И почему его называли плачущим пророком? Ну, есть после книги пророка Иеремии еще пять глав книги «Плач Иеремии», где Иеремия оплакивает Иерусалим. Он буквально смотрит на разрушенный город, он смотрит на разрушенный храм, и это вызывает в нем слезы. И книга так и называется «Плач Иеремии». На каком же историческом фоне писалась эта книга? Ну, давайте вначале об Иеремии все-таки. Он был из рода священников. То есть, его папа был священником, его дедушка был священником, его прадедушка был священником, его прапрадедушка был священником. То есть, все из рода Иеремии, из города Анафофа, они были священниками. И быть священником в Ветхом Завете это было довольно престижной вещью, потому что ты получал определенный статус, ты получал определенное обеспечение, ты мог жениться, у тебя появлялись дети, а дети в Израиле и семья, это всегда служило признаком Божьего благословения и наличием Божьего присутствия в твоей жизни. Иеремию ждала прекрасная карьера, но вдруг, неожиданно, лет в 15 ему является Яхва. Является Яхва, и всю вот эту картинку, парадигму красивую, он как бы нарушает. Вы знаете, Бог иногда любит вмешиваться в наши планы и сделать все так, как хочется ему. За это мы его и любим, правда? Остальные промолчали, ну ладно. Вот. И Иеремия услышал слова Яхвы, он говорит, я пророком над народами поставил тебя. Что ты видишь, Иеремия? Вижу жезл миндального дерева. Я тебя ставлю пророком Божьим. Ты будешь пророчествовать. Ну, когда тебе такие слова говорят, как классно, я буду пророком, я буду говорить истину Божьему. Но это знаете, как в сказке Аладдина. Если хочешь быть джином, тогда принимай все то, что связано с джином. Полезай в лампу. А в лампе не очень комфортно, да ведь? Вот если ты хочешь быть пророком или служителем, ты должен сразу принять не только весь почет и уважение, но все, что с этим связано. Все, что с этим связано. Ответственность, отвержение и так далее, и тому подобное. И все негативные вещи в том числе. Вот что я хотел сказать. И Иеремия стал пророком. Он выбрал этот путь. Он был без семьи. И это было странно для для израильтян, для евреев, потому что для иудеев, точнее, потому что, как я уже сказал, наличие семьи и детей, это говорило о Божьем присутствии, это говорило о Божьем помазании в жизни человека. А здесь он отказывается от этого. Он берет на себя мантию пророка и начинает свое служение. И вы знаете, его служение, оно было очень интересно. Почему? Потому что Бог ему сказал, говори какие-то нелицеприятные вещи к людям, говори, но не молись за этот народ. То есть, очень странно, да? То есть, говори им, проповедуй им, но за них не молись, потому что это бесполезно. Тогда возникает вопрос, а зачем им вообще говорить тогда? Зачем говорить тогда? Очень интересны Божьи пути иногда бывают, да? И Иеремия, это был святой человек, то есть, он разговаривал с самим Богом, но тем не менее, у него был серьезный личный кризис. У Иеремии был серьезный личный кризис. В чем он выражался? Об этом написано в Иеремии 15 глава, 19 стих. Но если ты обратишься и извлечешь драгоценное из ничтожного, казалось бы, наверное, народ Израиля должен обратиться, но не Иеремия. Иеремия же святой. Но Бог даже этому человеку Божьему говорит, тебе нужно обратиться. Тебе нужно измениться. Вы знаете, мы в нашей жизни никогда не будем как бы вот, ну, достаточно хорошими или достаточно святыми, с достаточно идеальным характером, так ведь? Нам всегда есть, что поменять. И наша жизнь, она всегда будет сопровождаться, ну, время от времени, некими духовными кризисами. Для чего Бог это допускает? Для нашего с вами возрастания, так ведь? Согласны со мной? Иначе мы не сможем расти. Вот, он переживал духовный кризис, он не мог ходатайствовать за народ. И более того, его собратья, они считали его врагом. Почему? Они считали его коллаборационистом, потому что он как бы выступал на стороне врага. каково было послание Иеремии? Он говорил, откройте ворота Иерусалима, пустите халдеев, сдайтесь им. Представляете, этому гордому народу говорят, вы должны сдаться. Вы должны сдаться на милость врага. В этом случае вы сохраните свою жизнь, вы сохраните свою государственность, все у вас будет нормально. И для них это послание было неприемлемым. Они говорили, мы будем воевать до последнего, до последнего нас, до последнего еврея. И его побивали камнями, его ненавидели, его не любили. Даже цари, они поступали с Иеремией очень и очень жестоко. Его ноги забивали в колоду, он однажды даже его посадили, как бы вам это правильнее сказать, в отхожее место посадили, он там в течение нескольких дней находился. Как он там выжил, я не представляю. Его ненавидели и верха, и низа, но почему-то по какой-то причине его не убивали, потому что он был Божьим пророком. И все это прекрасно понимали. Где-то внутри люди понимают, этот парень говорит правду. Но что-то опять же внутри мешает с этим согласиться. Не дает с этим согласиться. И вот Иеремия проповедовал, говорил об этом, что люди должны покаяться, люди должны обратиться, люди должны вернуться к Богу и взыскать Его всем сердцем. Это была очень простая проповедь, согласитесь. Нужно покаяться, нужно обратиться к Богу, взыскать Его всем сердцем. С тех пор ничего не изменилось, братья и сестры, хочу вам сказать. И случилось все, как предсказывал Иеремия. Навуходоносор Второй захватил Иерусалим. Где-то в 603 году до нашей эры он захватил город, он увел всех способных людей с собой вавилон, он даже увел кузнецов и ремесленников, всех трудоспособных людей, он увел с собой туда. Иерусалим был разрушен, храм был полностью разрушен, то есть ничего не осталось. И на самом деле иудеи они очень много потеряли, согласитесь со мной. Да ведь? Что они потеряли? Во-первых, они потеряли храм. Что такое был храм для иудея? Это все равно, что для нас церковь сегодня. Вот представьте, нам запретят ходить в церковь по воскресеньям. Давайте не будем представлять. Нет, только не будем это представлять. Не представляете. Ну допустим, нам бы не разрешили ходить в церковь. Да, вот нельзя вам вместе собираться. Что бы мы чувствовали, скажите? Ну скажите, что бы вы чувствовали? Отчаяние. Кто-то говорит, отчаяние. Ну нехорошо бы нам было с вами. Мы бы все равно где-нибудь собирались в лесу в каком-нибудь. Но тут же приятно, хорошо так в зале. У нас свое здание есть. Слава Богу за наше здание. А то, что мы тут сидим в теплее. Замечательно. А вся жизнь Иудея, она была сконцентрирована вокруг храма и того, что связано с храмом. Вся жизнь Иудея, его социальная жизнь, религиозная жизнь, все было вокруг храма. Они собирались на большие праздники. Там на Пасху стекался весь Израиль в Иерусалим. Весь Израиль стекался на Пасху. Они там праздновали, танцевали. У них отпуск был, новогодние каникулы как и нам сегодня. Все хорошо у них было. И здесь их лишили этой возможности. Более того, их переселили в совершенно другое место. Вот иногда даже переехать в другой город ты испытываешь дискомфорт какой-то. Так ведь? Кто коренной екатеринбуржец? Поднимите руку. Ну, есть немножко. А остальные то вот все как я, приезжие, понаехали. Я когда приехал в Екатеринбург тогда в Свердловск еще в 1987 году я приехал учиться в школе. Мои родители работали в старательской артели и меня нужно было куда-то отправить. Они меня отправили к родственникам. И я вырос в небольшом поселке, небольшом горнятском поселке золотодобытчиков. Там 10 тысяч человек. Высоко в горах мы жили. На 1100 над уровнем моря. Там всегда было холодно зимой. До 60 градусов мороз зимой. Такой нормальный мороз. А летом жарко. Рыба, брусника, красота. Я туда очень хочу. Но добровольно, естественно. По своей собственной воле. Вот. И когда я приехал в Свердловск и пошел в школу, я был 13-летним подростком, я чувствовал себя как герой песни Вилли Токарева. Небоскребы, небоскребы, а я маленький такой. То мне страшно, то мне грустно, то теряю свой покой. Вот. Вы святые, вы такие песни не слушаете, конечно. Но я раньше слушал, вот, вспомнил. И их целым народом переселили в совершенно другое место. За тысячу километров от того, где они находились. От привычного быта, от насиженного места, от их дома. То есть им было плохо, согласитесь. Кстати говоря, вот 41-й и 42-й псалом мы причисляем к авторству Давида. Но на самом деле некоторые исследователи говорят, что эти псалмы, они принадлежат, так скажем, Перу, человека, который находился в Вавилонском пленении. Там тоже описывается вот эта отдаленность от храма, отдаленность от дома. И, соответственно, вот этот припев постановый, что унываешь ты, душа моя, что смущаешься, уповай на Господа, я буду еще славить Спасителя моего и Бога моего. То есть их душа унывала, как народа в целом. Они были чрезвычайно унижены там, они были в роли рабов. То есть вот на новом месте они переехали, и они были в роли рабов. Они жили там в гетто. Вся жизнь кардинальным образом поменялась. Все изменилось. Все поменялось. им это, конечно же, не нравилось. Да ведь? Кому это может понравиться? Никому. И они хотели вернуть свой прежний статус кво. Мы так хотим вернуться в Иерусалим. Мы так хотим снова ходить в храм, поклоняться там по субботам. Мы так хотим снова приносить жертвы мирные и так далее. Мы так хотим вот в наш дворик на улице там имени пророка Сафонии. Дом 12, квартира там не знаю сколько. Мы так этого хотим. Мы так хотим снова побывать там на свадьбе. Мы снова хотим есть вкусную еду. Вот. Они хотели этих простых вещей, которые были им всегда доступны. Но вдруг этого не стало. просто не стало. И интересно, что о вот этих подобных событиях, о событиях, которые произошли во дне Иеремии, предсказывали другие пророки задолго до этого события. Гораздо дольше этого события. За 200 лет до того, как Навуходоносор захватил Иерусалим и разрушил его, пророк Яиль он сказал, придет враг, опустошит вашу землю, рассеет вас по всему лицу земли. Но когда у тебя все хорошо, у тебя все замечательно, ты такие порочества не слушаешь, так ведь? Брат, мы не по закону живем, мы по благодати живем, ты ничего не понимаешь, Бог за нас, то кто против нас? Говорит, друзья, если вы будете грешить, придет враг и отведет вас в плен. вот такое простое послание было. Ну, они жили, жили, сто лет живем и ничего не происходит. Вот он храм, вот моя улица имени Сафонии, вот моя мама, папа, дедушка, бабушка, мои племянники, все здесь, все на месте. Через сто лет приходит Сафония и говорит им то же самое послание. Ребята, если вы не прекратите грешить, и он обращается к верхушке тоже, он говорит, если вы грешить не прекратите, Бог отведет вас в плен. Ну, сделает так, что вас в плен отведут. Он найдет на вас управу. Говорит, да ты че, ничего не будет, все будет хорошо у нас, все замечательно. Как говорит Василий Ключевский, история нас ничему не учит, но люди, которые не выучили эти уроки, они горько расплачиваются за то, что они не выучили уроки истории. Ну, вот, израильтяне были, и евреи, иудеи, они были именно такими. Они жили в стране невыученных уроков. Они не хотели учиться на уроках их предков, хотя это все было записано у них, они знали Тору, они знали, что происходило с их предками, за столетие до случившихся событий. И, конечно же, они хотели вернуть свое прежнее положение. Когда ты в проблеме, ты хочешь вернуться назад, ты хочешь, ну, по крайней мере, чтобы было, ну, как было раньше. А как раньше уже не будет. И тебе еще говорят, как раньше не будет лет 70. Лет 70. Думаешь, о, я с этим не согласен. Все, Израиль, берем сабли, оружие, воюем. Иеремия говорит, нет, нет, не надо воевать. Не надо воевать. Вы попали в эти страдания по своей собственной глупости. Из-за своего собственного греха вы очутились в этой яме. Вы знаете, братья и сестры, иногда мы оказываемся в каких-то стесненных обстоятельствах не из-за того, что Бог этого захотел. Мы сами туда попали. Мы сами туда пришли. Из-за наших грехов. Ну, скажите, аминь, что ли, на это? Ну, так ведь или нет? Правду я говорю? Скажите, ты говоришь правду. Аминь. Все, можете вместо аминь говорить, ты говоришь правду. Ладно? А если вы не согласны, вы встаньте, так скажите, я не согласен с тобой брат. Вот. И они решили сражаться и вернуть свое прежнее положение, на что Иеремием написал в этой же 29-й главе. Он сказал, живите в Вавилоне, растите своих детей, стройте домы и заботитесь о благосостоянии города, в который я переселил вас. Я переселил вас сюда. Я переселил вас сюда. По моей воле вы здесь находитесь. Из-за своего нечестия, из-за своего греха. В книге чисел есть интересное повествование того, как иудеи должны были войти в обитованную землю. Им обещали молоко и мед. Но молоко и мед это признак процветания, богатства, здоровья. Все мы этого хотим, согласитесь? Лучше быть, как сказать, здоровым и богатым, чем бедным и больным. Ну что вы говорите, правду ты говоришь, брат, скажите мне. Так ведь или нет? Здоровым мы богатым, а не бедным и больным. Мы все этого хотим. Им было такое обещание, вы войдете в землю, где молоко и мед течет. И говорят, да, мы войдем туда. И вот они два года уже по пустыне там ходят, их эта перспектива совсем не устраивает. Они ходят, ходят, ходят там и задают вопросы Богу, когда же будет молоко и мед? Бог их там водил для определенной цели, чтобы они его лица взыскали. Зачем они туда вышли? Напомните ко мне. Моисей какую цель обозначил? Чтобы поклониться. Мы хотим выйти в пустыню, чтобы что сделать? Поклониться. А они куда шли? За молоком и за медом. Я их не упрекаю, мы все, мы с вами такие же. Мы хотим молока и меда. Мы хотим зарплату повыше, работать поменьше. Нет? Ну, давайте, вставайте, кто-нибудь скажет, не правда ты, брат, говоришь. Сейчас можно? Ну, вы же не такие, вы же святые, вы нормальные люди. И вот туда послали 10 саглядатаев, 12 саглядатаев, простите, и они приходят и говорят, земля такая классная, вообще, ну, принесли плоды эти на ветках, там виноград такой. Одним виноградом можно было всю нашу церковь накормить одной кистью. Можно было кормить в течение года. Такая кистью огромная. Ну, можно было ягодой убить человека, вот такая. Или кому-нибудь одеть на голову и дырочки прорезать, чтобы он всех пугал. Ладно, это фантазии мои сейчас. Ну, хорошая земля была, точно Господь сказал, там мед и молоко, но мы туда не войдем. Бог ошибся. Вот он сказал, что молоко и мед, в этом он не ошибся. А вот то, что мы туда войдем, ошибочка вышла. Ваше благородие. Спутали вы что-то? Там сыны Янаковы, там такие мужики ходят, накаченные, здоровые. Мы в их глазах, как саранча маленькая. Они нас затопчут. И там только двое ребятам, Халев и Иисус Навин ему поддакивал. Я с тобой согласен, Халев, согласен. Он молодой еще был. А Халев сказал, нет, войдем, нет, завоюем. Все нормально, верьте Господу. Все будет хорошо. Бог предаст этих сынок в Янаковых в наши руки. Их сердца были полны веры. И Бог это так оценил. Он говорит, ребята, вот вы войдете, а эти десять тут же умрут. Скажите, как жестоко, какой Бог жестокий. Как так вот? Они, знаете, своим неверием, своим грехом заразили целый народ. И народ стал роптать. И Моисим передал послание от Бога, ну раз вы ропщите, вы и не войдете. И вы там сорок дней обходили эту землю, и вот год за месяц вы будете теперь туда идти. Сорок лет. Перспективка не очень, согласитесь? Ну так или нет? Правильно я говорю? Перспектива не очень. Идти сорок лет, путь, который ты можешь преодолеть за сорок дней. Они эту перспективу поняли, сказали, ладно, спокойно, Моисей, сейчас пойдем и повоюем. Они хотели вернуть свое прошлое, старое положение, но они не заметили, что поезд-то уже ушел. Они опоздали. Мы сейчас пойдем воевать. А Моисей говорит, нет, ничего не получится у вас, Бога среди вас нет. Вы знаете, если Бог с нами, то мы можем любую битву выиграть, любую битву одержать. Какой бы я маленький ни был, я маленький белокурый такой, вот, а там такой Голиаф здоровый, возьму камень, как дам в лобешник. простите меня, я в горняцком поселке вырос. И все, и все, и секир башка потом сделаю, Голиафу. если Бог с нами, то мы можем одержать любую победу над любым врагом. Вот я верю в это, верю в это всем сердцем. И Трад Василий, слава Богу, это работает. Вот. И они пошли войной туда, их там перебили, и они пришли несолонно хлебавши, и пошли по пустыне, сорок лет, сорок лет, сорок лет, ходили, и они не могли войти в эту землю, потому что с ними не было Божьего присутствия. Вы знаете, Бог не вел их туда просто, не направлял, без Бога они этого не могли, Божьи присутствия с ними были. Их столб огненный охранял ночью, и столб облачный днем. Бог был с ними, но Он не вел их в эту землю, Он не вел их туда. Почему? Потому что Он дал им возможность вытравить из себя, и на это сорок лет потребовалось, вытравить из себя грех, неправду, нечестие. Вы знаете, мы иногда хотим вернуть свой статус-кво, вот чтобы было как раньше. Я видел людей, которые теряли все буквально в жизни. Они имели статус, они имели уважение, все у них было хорошо, и они на людей смотрели сверху вниз всегда. И тут в мгновение ока они все потеряли, все потеряли. И они приходят в церковь, побитые такие, скромные уже, смиренно мудрые. И знаете что? Они пытаются вернуть все как было. Они пытаются что-то сделать, произвести какие-то манипуляции, но ничего не получается. Ничего не получается. Пока, вот знаете, изменения, они всегда изнутри наружу происходят, а не снаружи вовнутрь. Мы пытаемся внешнюю ситуацию изменить как-то. Сейчас я вот здесь вот подсучу, сейчас я вот здесь вот сделаю, и все будет нормально, и мир придет в мое сердце. Так не работает. Не действует это так. Пока вот здесь у тебя не будет в порядке, там вовне ничего не будет хорошо. Главное, чтобы там было хорошо. Даже если вот здесь вот все рушится, все вот, все летит в тартарары, а там у тебя мир, и Божие присутствие, да пускай, нехай так будет. Да? Правильно. Правильно говорю. Пускай будет так. Зато я буду с Богом, я буду лучше блюдо зелени и с ним мир, чем дом полный заколотого скота с раздором. Аминь, брат Олег. Молодец. Как говорят у нас, сам себя не похвалишь, но никто не похвалит. Аминь, Саша, говорит. Вы знаете, в книге притч написано, что благословение и слава, они приходят вслед за страхом Божьим. Вначале нам нужно что-то сформировать внутри себя. Наш главный враг это не внешние обстоятельства, это не та ситуация, в которую мы попали. Наш главный враг это мы сами зачастую. Это грех, живущий внутри нас. Он не дает нам двигаться вперед. И я понимаю людей, которые попали в какие-то кризисные, тяжелые обстоятельства, и я искренне за них молюсь, а сам внутри подсознательно думаю, это надолго. Я бы хотел, чтобы в жизни некоторых людей вот как бы обстоятельства изменились вот так вот в мгновение ока. И я верю в Бога, который может это делать, но Он не сделает это раньше, чем в тебе произойдут внутренние изменения. Поэтому нужно поторопиться, нужно покаяться, обратиться к Богу и взыскать Его всем сердцем. Три вещи из послания книги пророка Иеремии. И почему ты попал туда? Для того, чтобы дать тебе будущность и надежду, и то зло, которое с тобой произошло, это то самое благо от Господа для тебя. Это парадокс, да? Звучит очень парадоксально. Как так зло может быть благом? Может зло быть благом? Как вы считаете? Ну подумайте над этим. То, что нам кажется злом, но эти обстоятельства и ситуация это благо от Господа для нас, чтобы дать нам будущность и надежду. Я могу приобрести весь мир и навредить своей душе, но верно так же и обратно. Верно так же и обратно. Я могу потерять весь мир, но обрести свою душу и это будет гораздо ценнее. Потому что мы будем с вами собираемся вечно жить, так ведь? У меня такое ощущение, что некоторые люди они собираются вот жить на этой земле вот вечно. Вечно. Они ждут, что новую руку изобретут, новое сердце изобретут, новую почку, новую печень. И они будут ходить такие здравствуйте, меня зовут. Новые мозги ему изобретут. так не будет. Мы все умрем. Но если мы даже умрем, мы воскреснем. Мы воскреснем силой возлюбившего нас Господа. Душа моя не увидит тления и ада во имя Иисуса Христа. Я буду жить и возвещать дела Господни. Спасибо. Слава Богу. Слава Богу. И единственный совет, как нам не попадать в подобной ситуации, нам не стоит идти на компромисс. Компромиссы, они все разрушают, братья и сестры. Все разрушают. Я заметил, когда человек попадает в определенную систему, он встает перед выбором, идти ему на компромисс или нет. Ну, например, ты попал в какую-то ситуацию, где все воруют. Это нам знакомо, да, Витя? Все воруют. Ты попал в эти обстоятельства, находишься, и ты являешься частью этой системы. И тебе подходит начальник и говорит, ну, вот тут вот подпиши роспись, сделай вот это. Ну, как бы, и у тебя перспектива такая. Ты не подпишешь, тебя, возможно, уволят. Ты останешься без средств существования. Думаешь, ладно, подпишу. И в этот момент ты потерял свою власть и способность принести Царство Божие в жизнь этого человека, чтобы Царство Божие достигло этого человека. Вы знаете, я как-то заметил, что Бог, Он иногда жертвует своими возлюбленными. Он своего сына не пощадил. Почему Он должен щадить тебя или меня? Почему почему бы тебе не пожертвовать своей работой и сказать правду этому человеку? Я не буду этого делать, потому что это идти против моей совести. Вы знаете, мы с моим другом Ильей Бетневым и с другими братьями как-то работали на нефтебазе, на Новосвердловской нефтебазе. У нас было прозвище, нас называли богомолами там, богомольцами. И я был молодой парень, 21-летний. Вот. Я и сейчас не старый, но тогда я был очень молодой. Сейчас просто молодой, а тогда очень молодой был. Вот. У меня были длинные волосы. Это мое музыкальное как сказать прошлое было на лицо. Я весил, как я шучу, 65 килограмм вместе с кроватью. То есть я был такой очень худой. Очень худой. И вот. И я искал работу. Мы с Галей только уволились из театра эстрады. Мы тоже хотели построить карьеру. У нас были возможности развиваться в этом отношении. Мы могли стать ну такими нормальными певцами. Смотрели бы нас по телеку. Но мы решили нет. Нет. Это не наш выбор. Мы пойдем другим путем, как сказал Саша Ульянов. Вот. Неудачный пример. Но ничего. Но ничего. 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 Мы оставили театр эстрады и нам буквально ничего было кушать. Почему мы его оставили я вам расскажу почему. Потому что Господь нам сказал, что ваши уста только для него. Вы своими устами должны меня прославлять. Это было наше призвание. Вы знаете, ну некоторые люди призваны по-другому. То есть они Бог дозволяет им это делать. Но в нашем случае это было именно так. И мы поняли этот призыв и мы сказали хорошо Господь мы согласны. и знаете когда мы сделали этот выбор не произошло так, что тут же прилетел волшебник голубом вертолете показал бесплатно кино с днем рождения поздравил и в подарок оставил мне 500 с кем да не было такого я не знал какую зимню одежду себе купить на что ее купить там подростки бездомных тогда подростков помните в начале 90-х было полным полно кто-то помнит нет это время чудесное кто-то помнит да вот бездомных подростков было полно и они подходили к нам с Галей мы уже дружили тогда и они говорят дядя тетя дайте нам поесть дайте нам и все что у нас было мы им отдавали потом сидели вот так как медведь вечером вы не смеетесь как будто вы не понимаете что я сказал лап сосали вот как медведь и в общем интересное время было такое и я стал искать работу думаю господи ну надо мне где-то работу найти и тут вот охрана думаю ну работа такая сутки через трое нормально буду работать зарплата вроде тоже хорошая вот и буду еще в церкви служить дополнительно и пошел туда работать я не знал куда я иду и вы помните в начале девяностых с бензином были постоянные проблемы вот Алексей Георгиевич он тогда наш водитель он работал работал на одного авторитета и даже он работая на этого авторитета стоял на заправках по нескольку часов чтобы заправить свой автомобиль а здесь этого бензина было ну просто завались ну очень много его было это самое большое предприятие нефтехранилище в Свердловской области самое большое там огромные такие баки по 10 тысяч тонн и по 5 тысяч тонн огромные просто огромные и много бензина было и знаете на этом предприятии отдавалось 3 тонны ежедневно ежесуточно на испарение ну как будто испарилась по технологии испарилась а сколько стояло еще в трубах одному богу только известно там сплошные трубы были и я приехал туда и мне сказали Олег мы ставим тебя на важный пост на вышку я смотрю мой старший смены бывший офицер его сын думаю как классно я всегда к офицерам с уважением относился здорово все я в надежных руках работа не бей лежачего буду работать все будет хорошо говорит если увидишь какие-то движения на территории сообщай хорошо я поднялся на свой важный пост я не просто увидел движение я увидел муравьев которые бегают с канистрами когда только стемнело они носятся очень быстро тук-тук-тук и я кричу первый-первый на территории ЧП тут воруют воруют бензин и мне говорит товарищ офицер спускайся к первому наливнику спускайся я ничего не понял я спускаюсь стоит мой старший смены вот так вот разговаривает с рабочим который открутил ставил шланг и набирает бензин и мне начинают объяснять парень ты хочешь хорошо жить но кто не хочет хорошо жить правильно кто не хочет молока и меда поднимите руку есть такие кто не хочет но я же был верующий харизмат я молока и меда не хотел я хотел только Иисуса и его правды и его правды и мне стали объяснять ты знаешь мы тебе сделаем все хорошо ты будешь нормально зарабатывать ты будешь нормально жить один из моих так сказать сменщиков заработал на этой нефтебазе охранников квартиру заработал себе автомобиль это в девяносто четвертом то году неплохо да ведь неплохая перспектива со мной работали со мной работали студенты юридической академии тогда в охране они тоже неплохо зарабатывали они знали все статьи закона которые нарушались на этой нефтебазе сейчас они все прокуроры и судьи эти молодые люди я говорю когда об этом у меня все кипит внутри понимаете кипит внутри я сказал а я не буду это покрывать я в этом участвовать не буду и тогда тон изменился сразу мне сказали ты здесь овца а мы здесь волки и мы тебя сожрем это была самая мягкая формулировка которая была мне сказана тогда и я скажу вам я испугался там такие мужики были а я 65 килограмм миссис кровать с длинными волосами в этой форме она спадает меня и постоянно штаны подтягиваю они у меня падают камуфляжная форма рукава у меня закатана 50 размер этого камуфляжа да кто ты такой кто ты такой что ты вот это все пытаешься как-то изменить повлиять на вот это все разве это возможно разве возможно что-то изменить это целая система начальник прекрасно знал что там происходит он знал он сам был работягой он сам делал то же самое он просто вот так делал а сам вырывал цистернами то есть другой уровень у него был но нам сказали если кого-то поймаете мы его обязательно уволим ну я всех ловил там я всех ловил там и мне уже сказали все парень ты приехал и знаете апостол Павел сказал в послании ну может не апостол Павел может Аполлос я не знаю кто написал послание к евреям но он сказал вы еще не до крови сражались подвизаясь против греха не до крови еще сражались подвизаясь против греха апостол Павел сражался до крови Иисус сражался до крови. Но мы с вами, все нормально у нас, так ведь? Так или нет, братья и сестры? Все у нас хорошо. Мы не до крови сражались, подвязаясь против греха. И я, значит, это, решил сбежать. Мне моя прошлая жизнь нравилась больше. Пусть без денег, но в безопасности. И я помню, тогда мы читали книгу «Жить, побеждая». В библейской школе у нас обязательно было «Жить, побеждая». Помните эту книжку? Ульф Экмана, обязательно к прочтению было. И я разговариваю с Богом, уезжая со смены, уже планируя свой отход, свой побег. Я говорю, Господи, я отсюда ухожу, прости, пожалуйста. А внутри чувствую, не-не-не, ты отсюда не уйдешь просто так. Ты здесь по моей воле. И я спорю, знаете, у меня диалог такой, Господи, не-не-не-не. И я открываю книгу «Жить, побеждая». И мои глаза попадают на строчку. Знаете, как бы мы иногда случайно открываем и случайно видим что-то, да ведь? А все случайное, но не случайно. И там написано, вы будете благословением на том рабочем месте, на котором вы сейчас находитесь. Говорю, Господи, ты готов мной пожертвовать сыночкой своим. Это вам сейчас смешно, а мне было вообще не смешно. Честно вам скажу, мне было страшно. Там настоящие мужики здоровые, зрелые. Причем, я вам хочу сказать, это были неплохие люди. Неплохие. У всех у них были семьи. У всех у них были дети. И в обычной другой ситуации мы бы сели, бы задушевно поговорили. Это наш русский человек. Со всеми вытекающими. Щедрый, добрый. Но если что-то угрожает его благополучию, он с тебя скальп снимет. Мне так и сказали, мы бросим тебя в этот, в бак. И тебя никто не найдет. Ты растворишься там. На мелкие частицы. И мне стало страшно, я Богу поставил условие. Ладно, Господи, я пойду туда, если ты мне дашь напарника. Потому что ты же по двое посылал. Я один терпеть это не собираюсь. И я помню, мы собирались в доме техники. Я вышел вперед. Вышел. Вышел вперед. Вот так вот. И как это сказать? Оглядел всю церковь. Она амфитеатром была там. Амфитеатром. То есть вот так вот церковь шла. И я смотрю на церковь, ищу напарника себе. Честно, так и было. Честное слово. Ищу напарника. И вдруг я вижу его. Говорю, вот он. И я тут же к нему пошел. Это водительство Божие, братья и сестры, я вам рассказываю. Я подхожу к этому брату. Я говорю, брат, ты знаешь, тебе работа нужна? Он говорит, нужна. Я говорю, но она такая необычная. Он говорит, какая необычная? Я тебе сейчас расскажу. И я ему рассказал. И я думал, он такой, ну нет, нет. А он такой, какая классная работа. То есть он такой же, как я. Мы все такие были раньше. Куда все делось, не знаю. Куда делось безумие Христа ради? Нет, Юля говорит, ты такой же остался. Каким ты был, такой же остался. Вот. И я думаю, слава тебе, Господи. И этим человеком был Илья Бетнев. Пастор из города Нижний Сергей. Тогда он был, ну, студентом исторического факультета Уральского государственного университета. Вот. Он недавно демобилизовался из армии. Он был очень важный. Он всегда вот так ходил. Я думаю, я за ним, как за каменной стеной. Не пропаду. И вот, вы знаете, наша смена, она заработала так эффективно. И так хорошо, что работники ходили вот так. И, в общем, там нас троллили, как только не троллили, подставляли, в общем, ну, всего не описать. И вот однажды нас разделили с ним. Его поставили старшим в одной смене, а меня старшим в другой. Мы же эффективные смены. Его поставили в другой смене. И я приезжаю в одно прекрасное утро на смену после Ильи. И я смотрю, в коптерке все перевернуто, все в крови, все разбито. Там был такой стол, знаете, из ДВП, из ДВП, дерево-стружечная плита, из ДСП. Вот такой толстый. И на таких ножках он был, ножках с такими треугольниками. В общем, ножки все оторваны, стол вот расслоен вот так вот полностью. И я вижу злобу этих людей, которые работали на смене. Они говорят, ну, что, твоего дружка-то увезли на скорой? Сегодня твой черед. И я опять испугался. Я вам хочу сказать, я испугался. И как я провел эту ночь одному Богу известно. Но меня никто не тронул. Они меня гоняли, но я знал эту нефтебазу как свои пять пальцев. Я был классным специалистом. Я знал, где, что берут. Я сейчас, меня туда привези, я пресеку все воровство на этой базе. Все. Если оно там до сих пор существует. Я знаю, откуда берут, как берут, все методы, все знаю. Потому что, ну, я делал лучшее, что я мог. Если я был охранником, я хорошо охранял. И это было нашим свидетельством. Они говорили, вы коммунисты, вы хуже коммунистов. Я говорю, нет, мы верующие. И Бог нам сказал, всякая неправда есть грех. И Илье сломали ногу тогда. Приехали братки с Уралмаша с битами. Они сказали, заправь нас. Он говорит, нет, я не сделаю этого. И они избили его этими битами. И они думали, что он не вернется. А он через две недели вернулся. Он пришел, как мумия возвращается. Они были в полном осадке, понимаете? А потом у нас было две полностью укомплектованные христианские смены. Это было пробуждение на нефтебазе. Халилуя! Я вам правду рассказываю. Честное слово. Честное слово. Так и было. И Паша с нами был. Помните? Паша гуляя с нами был тоже. Я был худой, а Паша был вообще худой. Вообще смешной. И он всегда, он брал с нас пример, и он был еще более ретивый, чем я. Мне даже тормозить его приходилось. Паша, ну ладно, ну не трогай ты их, оставь ты их в покое. И было смешно за этим наблюдать, как он гонял их по базе здоровых мужиков. Это было очень смешно и страшно одновременно. Сейчас это все смешно, знаете, но тогда мне было не смешно, но я знал, что Царство Божие достигло этих людей. Мы проповедовали им Евангелие, и мы не пошли на компромисс, мы не сдались. Можно было просто действительно закрыть глаза, абстрагироваться от этого. Ну, происходит и происходит. Но мы должны возвышать свой голос за правду, братья и сестры. Мы должны говорить. Мы должны говорить об этом. Иначе ничего никогда не изменится. Иначе... Это не политический призыв, поймите меня. Это не политические лозунги. Мы вне политики. Я не про это сейчас говорю. Иначе эта система никогда не изменится. мы начинаем с себя, мы не идем на компромисс, и это влияет на других людей. Вот как это работает. Я сегодня, знаете, иногда листая ленту там Инстаграма, нет, Инстаграма у меня нет, есть ВКонтакте. Инстаграм есть, но я там не зависаю. Хотя говорят, самая, как это сказать, продвинутая сеть сегодня, Инстаграм, все в Инстаграме, все сторисы в Инстаграме. Вот. И я иногда смотрю, вот листаю там эти картинки, и там я вижу какую-нибудь сестру из церкви, и она вот такая вот какая-нибудь. Вот. И там, знаете, внизу такой благочестивый пост. Слава Богу за все, слава Богу. Это, знаете, все равно, что вот на картинке шаурма, а внизу написано только натуральные ингредиенты. Только натуральные. И у тебя как бы диссонанс такой возникает. Как так? Одно. Вот это не вяжется, знаете, вот с тем, что там написано внизу. Оно как-то вот, ну, когнитивный диссонанс. Братья и сестры, это компромисс. Это компромисс. Мы не можем... Дружба с миром, это есть вражда против Бога. И у нас эти грани стираются, к сожалению. Стираются. Мы думаем, как они. Мы ведем себя так, как мир. Мы говорим, как этот мир. А потом мы хотим, чтобы Божье присутствие наполнило нашу жизнь. Никогда в жизни не будет этого. Бог святой. И только чистым сердцем узрят Господа. Мы будем говорить о каком-то абстрактном Божьем присутствии. Вот там какое-то вот Божье присутствие. Это все ерунда. Бог это огонь поедающий. Это Бог ревнитель. Который ревнует о своей церкви, о своей невесте, братья и сестры. Его сердце наполнено ревностью. Почему он перевел иудеев вавилон? Для чего? Потому что он ревнительный. Не потому что он такой вот, знаете, обиженный жених. Ну иди. Вот поживешь без меня, поймешь. Нет. Он хотел вернуть себе невесту без пятна и без порока. Потому что его сердце было наполнено любовью к своему народу. И не даром Иеремия, он видев все вот это разрушение, он говорил, Господи, милосердие Твое не истощилось. Милость Твоя обновляется каждое утро. Не даром Иеремия говорил, наступит новый завет, братья и сестры, который будет написан не на каменных скрижалях, но который будет написан на скрижалях вашего сердца. И это будет новый завет, другой завет. Во время всего этого разрушения Иеремия видит свет, видит перспективу блаженную. И он говорит, ибо только я знаю намерение, какие имею вас, намерение во благо, а не на зло, чтобы дать вам будущность и надежду. И может быть на это потребуется 70 лет, но это произойдет. Но это произойдет, братья и сестры. Иногда народ не учится урокам истории, и ему нужно снова пойти по кругу. Я бы не хотел ходить кругами, честно вам сказать, потому что праведники, они страдают вместе с нечестивыми, к сожалению. Все беды, которые происходят с народом, они происходят и с нами. Мы бы не хотели быть частью этого, мы бы хотели от этого абстрагироваться, но не получится. Вы знаете, юношу Даниила и его друзей Сидраха Мисаха и Авдинага тоже увели. Они были благочестивыми юношами. У них был внутренний стержень, который позволял им хранить веру. Его родители, их родители так научили. Их родители так научили. Братья и сестры, чему мы учим наших детей сегодня? Мы молимся, с ними? Читаем ли мы Слово Божие с ними? Общаемся ли мы с ними от сердца к сердцу? Есть ли у нас молитвы с нашими женами, братья? Я работаю целый день, чтобы они нормально, вкусно ели и сладко спали. Ты проработаешь всю свою жизнь и потеряешь своих детей. Нет, Валера, нет. Ты не потеряешь. Ты молодец. Ты при всей своей занятости находишь время для своей семьи. Мы думаем, оно само как-то прорастет, а оно не прорастет, прорастают другие вещи. Потом мы удивляемся, что они ходят такие, им вообще ничего не интересно, церковь им не интересно, Слово Божие им не интересно, молитва им не интересно. Мы их пытаемся все время как-то развлечь, привлечь, то есть, ну, завлечь. Да им точно так же Слово Божие нужно и Божие присутствие. Если Бог их коснется, ой-ой-ой будет тогда. И я молюсь об этом всем сердцем, чтобы эта молодежь, она пробудилась. Пробудилась, чтобы мы не развлекали ее, а проповедовали им Слово Божие, чтобы Царство Божие их достигло так же, как оно достигло меня. Я ведь был таким же молодым парнем, и мне так же проповедовали, и это так же меня коснулось. И изменило мою жизнь. Почему это не может происходить с молодежью сегодня? Может? Может. Отцы, воспитывайте своих сыновей в страхе Божьем. Не позволяйте своим дочерям и писать благочестивые тексты. Это выглядит просто, ну, пошло, ужасно. Это не является примером позитивным, хорошим примером для людей, живущих в этом мире. Поймите, я не какой-то там, знаете, сексист, я уважаю женщин, я, моя жена, знаете, она была и остается для меня самой красивой. Вот, на факультете она была самой красивой девушкой, я поэтому на ней и женился. Но не только поэтому, не только поэтому, а не только поэтому. Не только поэтому. Повторяю, не только поэтому. Знаете, с женами так надо ухо во сроди жать, надо аккуратно говорить, аккуратно. Аккуратно. Потому что коррекция может прийти. Корректировка. И, знаете, есть вот красота шаурмы, да, а есть красота, как пастор у нас говорит, курица гриля, я скажу шаурмы. Сейчас шаурма большая она такая в ходу, да? А есть красота заката. И вот я помню, как моя жена на экзамене поет такая вся. Я закрыл глаза, я слушаю этот голос, и этот голос пленил меня. Я думаю, какая хорошая. Какая хорошая. Красота заката. Слава Богу за вас, сестры. Я вас очень уважаю. Не бросайте в меня ко мне, ладно? Я никакой не сексист. Может быть, и это когда-то надо, но тогда благочестивые посты под этим не оставляйте. Выглядит как-то не так. Не очень. Давайте дальше пойдем, да? Нам уже заканчивать пора, я дальше собрался. Я быстро очень скажу, очень быстро. Может быть, минут... Вы не устали еще? Нет, слава Богу. Теперь мы поговорим с вами о тех ситуациях, когда мы попадаем в какие-то неловкие, плохие ситуации не из-за нашего греха, не из-за компромисса, а потому, что Бог помещает нас в эти места для того, чтобы изменить наш характер и привести нас к полноте нашего призвания. Это самая распространенная такая ситуация среди христиан. И, вы знаете, я сразу же хочу вам привести в пример жизнь нашего патриарха Иосифа. И вот, что об этом написано, как Бог изменял его характер и допускал в его жизни, ну, так мягко говоря, трудности. В 104-м псалме с 8-го стиха об этом написано. Вечно помнит завет свой, слово, которое заповедовал в тысячу родов, который завещал Аврааму и клятву свою Исааку и поставил то Иакову в закон и Израилю в завет вечный, говоря, «Тебе дам землю хананскую в удел наследия вашего». Когда их было еще мало числом, очень мало, и они были пришельцами в ней и переходили от народа к народу из царствов и к иномой племени, никому не позволял обижать их и возбранял о них царям. Не прикасайтесь к помазанным моим и пророкам моим не делайте зла. И призвал голод на землю, всякий стебель хлебный истребил, послал пред ними человека. В рабы продан был Иосиф. Стеснили оковами ноги его, в железо вошла душа его, доколе исполнилось слово его, слово Господне испытало его. Знаете, меня что в этом псалме поражает? Слово было дано папе, дедушке и прадедушке, Иосифа. А страдал Иосиф. Вот интересно, как так получилось? Каково было слово? Ты получишь землю обетованную. Так вот, частью этого плана, вот такого божественного плана, было, чтобы Иосиф побыл в рабстве, чтобы он стал вторым человеком в Египте, и чтобы он спас Израиля, в конце концов. Интересная ходовочка? Да? Забавно. Вот. И жизнь Иосифа, она описана в книге Бытие с 37-го, с 37-й главы по 50-ю. Ну, вы все прекрасно знаете, что Иосиф, он был любимым сыном у своего отца, у него была разноцветная одежда. Вот. И не всем нравится, когда у тебя разноцветная одежда. Так ведь? Что такое разноцветная одежда? Это говорит о твоей одаренности, это говорит о твоих успехах, о благоволении Бога к тебе. У меня есть один знакомый, он мне рассказывает, говорит, ты знаешь, Бог столько делает в моей жизни чудесных вещей, прекрасных вещей. И там маленькая община, где он находится, он каждое воскресенье туда приходит и начинает об этом рассказывать. Братья и сестры, Бог сделал то в моей жизни, Бог сделал все, Он благословил меня этим, вот этим, вот этим. И люди не рады. То есть, легче плакать с плачущим, чем радость с радующимися. А он, этот человек, каждое воскресенье приходит и каждое воскресенье свидетельствует и задает мне вопрос, может, я что-то не то делаю? Я хочу сказать, да, лучше помалкивай. Благодари Господа в тайной комнате. Люди не изменились со времен патриархов, пусть даже верующие, пусть даже верующие не изменились. Я получил квартиру, машину, у меня Ауди, какая, какие сейчас Ауди есть? Я первая, не, давайте мою любимую, Toyota Hilux Arctic Truck, вот. Я с моим. Да, все, Бог меня так благословил. И все думаю, о, Бог его благословил. Ого, это что такое? И на следующее воскресенье приходит и тоже сам освидетельствует. Что-то сильно Бог его благословляет. А потом он еще выходит на сцену и говорит, ребята, вы мне все поклоняться будете. Ну, ты вообще все перепутал, парень. Ты кто такой? Ты кто такой? Ну, и братья, вы знаете историю. Они сняли, взяли, сняли с него эту праздничную одежду, бросили его в ров, продали его в рабы. И Иосиф попадает куда? В Египет. Он становится рабом. То есть, его жизнь кардинально меняется, кардинально, вот так вот, во мгновение ока. Он был одарен духовно, он получил от Бога столько благословений, столько всего. И вся его жизнь, она была вот, ах, вот такая вот. А здесь вот он, знаете, как будто пружина стала над ним сжиматься, его стало придавливать, 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 придавливать. И почему это происходило? Знаете, евреи говорят, чтобы прыгнуть повыше, нужно присесть пониже. И вот Бог для него это запланировал. Ну-ка присядь-ка пониже, Иосиф. Пусть тебя будет поменьше, а меня будет побольше в твоей жизни. Если вы хотите войти в полноту своего призвания, это ровно то, что будет происходить с вашей жизнью. Это хорошая новость. Это хорошая новость, братья и сестры. Слава Господу. Аллилуйя. Радуйтесь. Еще раз говорю вам, радуйтесь всегда во Христе. И что произошло дальше с Иосифом? Он был в доме Патифара, он там служил, все делал, все хорошо было. И тут жена на него глаз положила. Вы знаете, чем это закончилось? Он был посажен в тюрьму, туда пришел виночерпий, хлебодар. Тут сон его работает, дар истолкования снов. Иосиф истолковывает сны этим ребятам. И знаете, что интересно? Ведь Бог во сне, Бог проговорил к Иосифу, что виночерпий будет отпущен. И он об этом говорит виночерпий. И наверняка у него были такие мысли. Бог, а что же со мной-то? Почему его ты отпускаешь, а я нахожусь здесь? Закономерный вопрос? Да ведь? Но я думаю, он тоже так думал, тоже так рассуждал. И знаете что? Вот в каком бы мы положении не находились, даже в самом стесненном, нам всегда хочется изменить текущее положение. Всегда хочется. Всегда хочется выбраться. Ну, распрямить эту пружину, потому что она сильно давит на нас. Иосиф говорит этому виночерпию, виночерпий, ты когда предстанешь перед лицом царя, не забудь про меня, не забудь про меня, прошу тебя. Я тут несколько уроков из жизни Иосифа для себя выписал. Ну, во-первых, первый урок звучит так. Держи удар, не ломайся. Победит тот, кто перетерпит на полчаса больше. Это первый урок. Иосифа не сломало данное обстоятельство. Второй урок. Делать лучшее, что ты делал. Иосиф делал лучшее, что он только мог делать. И это подметил Патифар, да? Третий урок. Если ты будешь делать лучшее, что ты можешь, это вовсе не значит, что все будет хорошо. Аллилуйя. Прощай при этом. Прощай при этом. Урок номер четыре. Люди тебе не помощники. Они забудут о тебе. На них нельзя положиться. Доверять можно лишь Богу. Когда он положил свое основание в жизни, я не то, что нельзя людям доверять. Нет, это не про это. Но если ты свое упование делаешь в людях, как это сделал Иосиф в темнице, а из темницы хочется любыми методами вылезти. Правда? Согласитесь со мной? Любыми методами. Не забудь про меня, пожалуйста. Но твое упование должно быть в Боге. Пятый урок. Страдание не навсегда. Не навсегда, братья и сестры. Аллилуйя. Когда ты попадаешь в стесненные обстоятельства, тебе кажется, что это будет продолжаться во веки веков и никогда не кончится. Да ведь? Но это неправда. Это обязательно закончится. Урок номер шесть. Ты будешь изменен, и обстоятельства вокруг тебя тоже будут изменены. Это уже добрая весть. И седьмой урок. Ты войдешь в свое призвание. Слово исполнится в твоей жизни. Ты достигнешь полноты. Но путь к этому, знаете, как я вспоминаю, сказку про Буратино нашего, да? Когда мудрый сверчок говорит, эх, Буратино, Буратино, тебя ждут великие приключения. И я хочу сказать тебе, церковь, 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 тебя ждут великие приключения. Мы только в самом начале с вами. Запомните мои слова. Мы с вами только в самом начале. И мы не вошли в полноту нашего призвания. И кто знает, какой поворот нас ожидает впереди. Я не пугаю вас ни в коем случае. Я ни в коем случае вас не пугаю. Но Бог сделает так, что мы станем невестой без пятна и без порока. Мы будем невестой, готовой к брачной вечере Агнца. Он приложит к этому все усилия. Мы, может быть, будем отвращать взгляд от нашего жениха, потому что он где-то там же, далеко. Его же здесь нет. Не видно его. Или вы видите где-то? Там он где-то. И мы смотрим на посторонние вещи. А он на меня смотри. На меня смотри. Он сделает все для того, чтобы привлечь наше внимание. И чтобы его присутствие укоренилось в нашей жизни. Аминь. И Римлянам 8,28 говорит. Притом знаем, что любящим Бога, призванным по его изволению, все содействует ко благу. Скажи, все содействует ко благу. Я, знаете, последний такой пример, я скажу, в жизни моих друзей произошла серьезная трагедия. Серьезная трагедия. И когда они проходили через эти трудности, ну, никто не понимал, почему это с ними случилось. Такие хорошие люди, у которых в жизни все должно быть просто отлично. И я стал задавать им вопросы. Как вы думаете, почему это произошло? Что? Они говорят, мы не знаем. Но мы знаем одно, что проходя через это, мы приблизились к Богу так, как никогда раньше. Мы стали его услышать так, как никогда раньше. Это очень сложный путь, братья и сестры. Но он очень высокий и достойный. Слава Богу! Наша сегодняшняя проблема зачастую – это просто часть его плана. Аминь! Это не очень сильно утешает, но кое-что проясняет. Аминь! Сказку про Колобка помните, да? Я от бабушки ушел, я от дедушки ушел, и из тебя, дурные обстоятельства, я уйду. Никуда не уйдешь. Стой, и ты увидишь благословение Господне. В тишине и уповании твоя сила. Бог да благословит нас. У Бога есть будущность и надежда для нас, братья и сестры. Даже если мы низко упали и все потеряли, и находимся в глубокой яме, Он обязательно извлечет нас оттуда. Пусть через 70 лет, но извлечет. Потому что для него 70 лет – это так, ничто. Он возьмет нас, как Иосиф, а проведет через все это горнило испытаний и поставит самую наивысшую точку призвания. И твой дар, и твой характер, они будут настолько гармонировать и ярко сиять в этом мире, что никто не усомнится в том, что это сделал Бог. Ну вот, в общем-то, и все. Ибо только я знаю намерения, какие имея вас, намерения во благо, а не на зло, чтобы дать вам будущность и надежду. Светлана, можно? Давайте помолимся. Да не надо хлопать. Давайте помолимся. Отец наш Небесный, мы благодарим Тебя за это слово, за это послание, Господь, которое Ты говоришь к нам. И мы просим Тебя, Господь, чтобы... мы верим, что Ты всегда благ, что Ты всегда добр. В какое бы положение мы ни находились, Господь, может быть, мы находимся в тяжелых обстоятельствах по нашей собственной глупости, по нашей собственной вине, из-за компромисса, который мы допустили, из-за греха в нашей жизни. Но мы верим, что Ты силен избавить нас. Что Ты силен избавить нас, Господь, изменить нас, преобразовать нас и вывести нас из этой ситуации, как золото, огнем очищенное, через трудности, через испытания. Мы так же верим, Господь, что иногда мы не понимаем, почему мы находимся там, где мы находимся, почему мы делаем то, что мы делаем. Но это часть Твоего плана поместить нас туда, где мы должны быть. И мы не хотим сбегать из этих ситуаций. Мы не хотим этого делать. Мы хотим стоять, Господь, чтобы увидеть Твою славу, чтобы увидеть Твое спасение, Господь. Чтобы наша жизнь, она была изменена. Нам так не нравится огонь, нам так не нравится пламя, которое больно и жарко полит. Но это часть Твоей работы в нас. Ты огонь поедающий. Ты огонь поедающий, Господь. И мы молимся, Господь, и верим, что все намерения Твои о нас это благо во всякое время. Благо во всякое время. Как Иеремия глядел на всю эту разрушенную жизнь, на этот разрушенный город, на этот разрушенный храм. Он взирал на это. И вместе с тем он говорил, Господи, милосердие Твое не истощилось. Оно обновляется к нам каждое утро, каждый день. Ты все так же благ, ты все так же добр. И мы видим, как юноша, Даниил, который был уведен в рабство, который был подвергнут унижению, который стал евнухом, как он исследовал Священное Писание, и народ Божий вышел из рабства после его пророчества. Спасибо тебе, Господь. Спасибо тебе. Спасибо тебе. Мы смотрим на жизнь Иосифа, и мы видим, какая непростая жизнь была, но какая славная. Через что ему пришлось пройти? Через предательство? Через рабство? Через отвержение? Через сильнейшую болью? Но ты подготовил твой сосуд для угодного употребления. И иногда нет другого пути, Господь. Спасибо тебе, Иисус. Благодарим тебя. Благодарим тебя. Спасибо тебе. Я молюсь тебя, не дай нам оставаться беспечными, глупыми, Господь. Дай нам твои мудрости. Как нам поступать с нашей жизнью? Куда нам идти? С кем нам идти? Где нам быть? Благослови нас. И я очень прошу тебя, Господь, за людей, кто находится сегодня в разного рода ямах, проблем, трудностей. Помоги им, Отец. Ты не даешь нам испытания сверх сил. Ты не даешь нам больше, чем мы можем перенести Иисус. Слава тебе. Подкрепи моих братьев и сестер. Подкрепи. Силой Божьей, силой Духа Святого. Слава тебе. Слава тебе. Положи меня, как печать, на сердце твое, как перстень на руку твою, моя невеста. Положи меня, как печать, на сердце свое, как перстень на руку твою, как прекрасен возлюбленный мой, как прекрасен возлюбленный мой, как люблю я ароматы твои, твое с нами любви над моей головой. Зима прошла, окончились дожди, я пою тебе Аллилуйя, 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 я пою тебе и я пою тебе Аллилуйя, Аллилуйя, Давайте за руки возьмемся вместе. Дух Святой, благодарим Тебя за Твое присутствие. Мы Твоя Церковь, мы Твой народ. Благодарим Тебя за то, что Ты с нами во все дни до скончания века. И Ты безгранично любишь каждого из нас, Иисус. Твоя любовь настолько сильна, что мы даже не можем ее объяснить. Спасибо Тебе. И я прошу Тебя, верни нас к этому состоянию первой любви, первой влюбленности, Господь. Верни нас, как Церковь, Господь, к этому состоянию. Когда мы влюблены в Тебя. Когда мы отвечаем Тебе взаимностью. В наших тайных комнатах, в наших общих собраниях. Когда это становится самым главным и самым важным. И единственным, что необходимо для нас. Потому что Ты сказал. Одно только нужно. И Мария избрала благую часть, которая никогда не отнимется от нее. Дай нам жить так. Дай нам ходить так, мыслить так. Иисус. Благослови нас. Благослови нас. Слава Тебе. Слава Тебе, Иисус. Маляуя. Аминь, братья и сестры. Слава Тебе, Иисус. Слава Тебе.